Я от всего сердца приветствую вас на нашей программе, особенно если вы смотрите нас впервые. В чем заключается ваша надежда? Это основной вопрос нашей сегодняшней программы. Многие ищут свою надежду во власти, деньгах и лишь богатствах. Другие пытаются найти ее в позитивном настрое на жизнь, но главный вопрос заключается в том, останется ли с нами наша надежда. Какие уроки касательно живой надежды мы можем извлечь для себя из допроса Павла царем Агриппой, вы узнаете в нашей сегодняшней проповеди. Я приветствую всех вас на нашем сегодняшнем богослужении. Мы дошли уже до 26 главы Деяний Святых Апостолов. И сегодня мы узнаем о том, как Павел предстал перед царем Агриппой. Я попрошу вас всех сейчас встать. Мы прочитаем стихи с 1 по 8, 26 главы Деяний Святых Апостолов. Итак, приступаем к 26 главе. Агриппо сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел, простерший руку, стал говорить в свою защиту. Царь Агриппо, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушным. Жизнь мою, от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, построжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим Отцам, которого исполнение надеются увидеть «Наши двенадцать с колен, усердно служа Богу день и ночь. За сиюта надежду царь Агриппо обвиняют меня иудеи». Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? А вот что сказал в этом отрывке апостол Павел. Это отрывок с первого по восьмой стих. Садитесь, пожалуйста. Для тех, кто пришел к нам сегодня впервые, и тех, кто не очень хорошо помнит, о чем я вел речь, напомню вкратце контекст. Павел был свачен римлянами и взят ими под стражу. Дела обстояли так, что иудеи хотели непременно добиться того, чтобы Павел лишился жизни. Они много раз пытались сами это сделать, и когда им почти это удалось, в последний момент пришли римские воины и отбили Павла у толпы. После этого Павла заключили под стражу, но римские политики не знали, что же им делать с этим человеком. Сначала его допросили в Кесарии, римский наместник по имени Феликс. Феликс не увидел в Павле никакого зла, но он не хотел еще больше отягощать отношения между иудеями и римлянами, которые так были напряженными. Поэтому он, несмотря на то, что так и не нашел, в чем можно было бы обвинить апостола, оставил его под стражей. Прошло два года, и в Иудею прибыл новый римский наместник по имени Фест. От его предшественника Феликса ему досталось дело Павла, и теперь он задавался вопросом, что ему делать с этим человеком. Поэтому Павел снова был допрошен, и результат этого допроса был следующим. Фест тоже не нашел подтверждений тому, в чем обвиняли этого человека, и из-за этого держали под стражей. Но тут перед Фестом замелькала надежда в лице царя Агриппа. Это был вассальный царь, назначенный римлянами. По происхождению он был иудеем, он заключил пакт с римлянами, но при этом прекрасно знал иудейскую культуру. И вот этот Агриппа приехал в Кесарию, чтобы поздравить Феста с новым назначением. Фест очень обрадовался, что к нему приехал Агриппа, и надеялся, что тот подскажет ему, что написать в Рим о Павле. И разумеется, Агриппа тоже захотел послушать Павла. То есть царь захотел послушать Павла. Именно об этом мы недавно и прочитали. О том, как Павел предстал перед царем Агриппой. Как же поступил Павел в такой ситуации? Он в очередной раз воспользовался представившимся ему шансом и стал благовествовать. Хотя в Библии и сказано, что он начал говорить в свою защиту, но если мы внимательно прочитаем его речь, мы увидим, что это благовествование. Это была своего рода проповедь. И в ее конце Агриппа сказал, «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Для Павла, по всей видимости, не имело значения, перед кем он именно говорил. Его не волновало и то, что на этих переговорах на кону стояло. Его жизнь. Он был настолько убежден Иисусом Христом, он был настолько убежден посланием Божьего Сына, что стал сам с мужеством и смелостью провозглашать о Христе. Он твердо верил в то, что он написал Коринфянам. Итак, кто во Христе Иисусе, тот новое творение. Древнее прошло. Теперь все новое. Именно так. Он считал. Иисус так сильно убедил в своей вере Павла, что тот не испугался и стал прямо перед царем провозглашать о Христе. Так можно сделать только, если вы действительно в чем-то убеждены. Призыв благовествовать в наше время может быть успешным, только если мы сами убеждены в этом. Совершенно бессмысленно говорить «Провозглашайте Христа тем людям, которые в этом не убеждены». Мы знаем, что это сложно. На языке маркетологов это можно выразить так. «Нельзя продать продукт, если вы сами не убеждены». Это очень сложно сделать. Очень трудно сделать рекламу того, во что вы не верите сами. Но Павел верил. Он верил в силу, в благою вести, которая все меняет. Поэтому и в данной ситуации был готов снова свидетельствовать об Иисусе. И сейчас мы подробнее рассмотрим, как Он это сделал. Сначала мы увидим всю пышность минувших дней. Давайте попытаемся перенести эту ситуацию на себя. Павел говорил перед очень важными людьми того времени. Они выступали с большой помпезностью. А вот о чем пишет Лука. Это предыдущая глава. «На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, то есть там присутствовали царь Агриппа и его жена Вереника. Иудейский царь и царица. Фест, наместник, или, как бы мы сказали сегодня, губернатор. Еще там были высшие офицерские чины, то есть тысяченачальники. Кесария была городом, где были расквартированы войска. Там было много военных. В судебную палату пришли офицеры, а также знатнейшие граждане. Наверное, это были купцы, влиятельные политики. Все они собрались там. То есть получалось, что с одной стороны, там были величайшие люди тех мест, а с другой стороны, это ничем не примечательный. Маленький человек из Тарса. Какой же это был контраст? Какой контраст? С одной стороны, всякие великие люди, наделенные властью, имеющие хорошие должности, с помпезностью и роскошью, а с другой, Павел, бедный заключенный, без всяких средств. Его привели прямо из темницы, или из какого-то другого места, где его держали. Скорее всего, он не успел, как следует, подготовиться к своей защите, и стоял там один. Он стоял перед собравшимися там роскошно одетыми людьми. Совершенно один. Если мы рассмотрим эти строки внимательнее, мы увидим одну интересную вещь. Если мы обратимся к греческому оригиналу, мы увидим, что Лука, написавший деяния святых апостолов, использует на месте слова «пышность» слово «фантасиас». Это слово можно перевести как «пышность», но его обычный перевод — это «фантазия». Именно от него и произошло слово «фантазия». Вся их помпезность была всего лишь фантазией, потому что истинной властью обладали не они, а иудейский заключенный по имени Павел. То есть Лука сообщает нам, что их власть была просто их фантазией. Их власть, какими бы великими они ни казались, на самом деле была небольшой. Она была невечной и приходящей. Многие внушительного вида вещи в этом мире кажутся нам, ну, так вот на первый взгляд, монументальными и незыблемыми. Часто нас очень впечатляют богатства и власть других людей. Что в те времена могло быть внушительнее, могущественнее Римской империи? Тогда не было страны крупнее ее. И вот Лука в своей книге вдруг заявляет нам, это только фантазия, их пышность, их помпезность, их роскошь вскоре уйдут. В тот же вечер были убраны все флаги и безделушки. Не прошло много времени, этих людей не стало, они умерли. В конце концов, Римская империя канула в лету, облагая вести Иисуса Христа, о которой свидетельствовал апостол Павел, в итоге восторжествовала. И продолжалось ее торжество не один день, а десятилетия за десятилетием, столетия за столетием, тысячелетия за тысячелетием. В итоге силы Иисуса Христа и поныне с нами, а Римской империи давно уже нет. Иоанн написал по этому поводу так, «И мир проходит, эпоха с его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Так давайте же следить за тем, чтобы нас не ослепляла фантазия, показная наружность этого мира. Однажды все это уйдет, но Христос останется. И Павел знал об этом. Как же еще он мог в одиночку выступать перед такими людьми и провозглашать при этом об Иисусе? Он смог сделать это, потому что знал, что вечный Бог на его стороне. это должно войти и в вашу жизнь и заполнить все места, которые для этого определил Бог. Порою мы стесняемся перед людьми, которые нас окружают. Они такие богатые, такие красивые и умные, настоящие интеллектуалы, но однажды всего этого не станет, а Христос останется, поэтому направьте все свои силы на то, что для нас определил Бог. Когда же Агриппа позволил Павлу говорить, он начал свою защиту. Интересно, как эти люди воспринимали его речь в свою защиту. Он в очередной раз рассказывал о том, что Бог сделал для нас. Ему могли сказать, «Ты уже рассказывал нам об этом. Мы уже слышали о том, как ты обратился в веру». Мне кажется, очень важно подробно остановиться на этом месте, потому что Бог, Духом Святым, сделал так, чтобы мы снова услышали об этом. Итак, Павел стал говорить в свою защиту, а вернее проповедовать. О чем же он проповедовал? Сначала он рассказывал этим людям о том, каким он был раньше, о своем прошлом. «Жизнь мою, от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи, они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, построжайшему в нашем вероисповедании учения. Должно быть, он был примечателен, будучи еще совсем юным». Люди знали его еще с тех лет. Наверняка он часто брал слово в синагогах, жаждал знаний и хорошо знал Писание. И поэтому, знавшие его, люди думали, к этому пареньку стоит присмотреться, он точно станет кем-то великим. Павел сказал об иудеях, «они издавна знают обо мне». Он также мог сказать, что его обвинители, которые стояли рядом с Агриппой, тоже его знали. Но в чем же заключалось их обвинение? Они знали, во что верил Павел. Он был фарисеем, и, как он сам сказал, у него, как и у его братьев по вере, была одна надежда. Надежда на то, что однажды на землю придет Мессия и исполнит все обещания, которые Бог дал своему народу. А вот что сказал Павел и выразил этими словами всю суть обвинения против него. «И ныне я стою перед судом». Но почему он там стоял? За надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать колен. «То есть весь Израиль, усердно служа Богу день и ночь. За сиюто надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеем». Что же это за надежда, из-за которой он стал обвиняемым? Это было то, чего ожидали еще Моисей и пророки, а именно, что однажды на землю придет Мессия, чтобы исполнить Божие обещания. И Павел сказал, «И за эту надежду меня обвиняют». Но затем он добавил, «Я надеюсь на то же, на что надеются мои обвинители». Разумеется, он знал, что его противники не сомневались в том, что такая надежда есть. Их возмущала его вера в эту надежду. Они выступали против того, что эта надежда совершилась. Павел провозглашал о том, что надежда, заключавшаяся в том, что Бог однажды пошлет нам Мессию, чтобы возродить Израиль и принести миру искупление, уже была исполнена в Иисусе Христе. Это было основное различие между их и Его верованиями. Об этом он и проповедовал. Он делал это повсюду в синагогах. А вот что сказано в «Деяниях». Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы, говорил с ними и с Писаний. То есть, он взял в руки Писание, ветхозаветный текст, и, как сказано в Библии, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Итак, вот о чем он проповедовал. Он ходил по синагогам и говорил людям, «Послушайте, все мы на одной стороне, все мы в одной лодке, у всех нас одна надежда». Эта же надежда была и у пророков, все мы верим в нее. И вот что я вам скажу, Христос — это исполнение этой надежды. Именно в этом их мнения расходились. По этому поводу бывают разногласия и сегодня. Мы любим, когда есть надежда, не так ли? Мир любит, когда есть надежда. Все мы мечтаем, чтобы у нас была надежда. Да, надежда. Мы надеемся, что из нашей жизни выйдет что-то хорошее. Мы надеемся на мир. Надеемся, что у нас будет все необходимое. Мы надеемся, что мы будем здоровы. Мысли о надежде и будущем приятны нам. Мы хотим, чтобы у нас была надежда. Но тот факт, что эта надежда заключена в одном человеке, а именно в Иисусе Христе из Назарета, заставляет людей отвернуться от нее. А в чем заключается ваша надежда? На чем основана ваша надежда? Надеетесь ли вы, что сможете с позитивным настроем встретить старость? позитивное мышление? Это ваша надежда и ваша жизнеутверждающая установка, на что вы возлагаете свою надежду, когда думаете о завтрашнем дне. Когда в Библии говорится о надежде, там не сказано, надеюсь, завтра будет хорошая погода. надежда. надежда это уверенность. Библейская надежда это уверенность, которая еще не целиком и полностью была познана. Когда мы говорим о живой надежде, о которой говорил Павел в нашем сегодняшнем отрывке, это была основа его веры. У меня есть надежда, и она исполнена во Христе. Когда мы говорим о живой надежде через воскресение Иисуса Христа из мертвых, когда мы говорим о живой надежде о том, что небеса существуют на самом деле. И вечная жизнь вполне реальна. Мы говорим не о возможности, а о реальности, которую мы еще не полностью познали. Вот это и есть наша надежда. Это уверенность, и она непоколебима. Я не ожидаю в своей жизни какого-то развития. Нет, у меня есть надежда. А почему она есть? Потому что Христос умер за мои грехи. Он искупил для меня вечную жизнь. Он воскрес из мертвых. Он живет и однажды заберет меня к себе, к своей вечной славе. Вот это и есть надежда. А еще именно эта идея движет нашими богослужениями. Кто-нибудь со стороны может однажды прийти к нам и сказать, а чем они вообще тут занимаются? Они поют песни о каком-то человеке, которого распяли на кресте, затем он умер и его похоронили. Нам помогают именно наши надежды и уверенность, которые есть у нас, потому что Христос воскрес из мертвых. Эти же надежды и уверенность двигали и иудеями в те времена проводить богослужения. Ибо в своей речи Павел говорил, «И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим Отцам, которого исполнение надеются увидеть наши двенадцать с колен, усердно служа Богу день и ночь». Они пытались обрести свою надежду, проводя эти богослужения. Павел сказал, «Меня обвиняют из-за моей надежды, но надежда, что есть у меня, это ведь та надежда, которая есть у иудеев. Мы ожидаем одного и того же, но я проповедую о Христе, о том, что эта надежда уже была исполнена, и за это царь Агриппа меня и обвиняют. Павел надеялся и знал о воскресении. А иудеи и фарисеи хоть и верили в то, что в будущем однажды произойдет воскресение, но они не верили, что оно уже стало реальностью во Христе. Давайте вспомним сейчас историю о смерти Лазаря. Его сестры Марфа и Мария отправили Иисусу весть о том, что их брат при смерти. Иисус же пришел к ним не сразу. Он был занят. В итоге Лазарь умер, и когда Иисус пришел, было уже поздно. И тогда Марфа стала его упрекать. Она прокричала ему, если бы ты был здесь, Иисус, мой брат не умер бы. А Иисус сказал ей, воскреснет брат твой. А что же ответила на это Марфа? Она сказала Иисусу, знаю, что воскреснет воскресение в последний день. Она, как и Иудеи, верила, что в последний день все воскреснут. Она верила в надежду Израиля. Но что же на это сказал Иисус? Он, как и Павел, сказал ей, что у иудеев и у христиан есть надежда. И это хорошо. Но сейчас будет самое главное. Он сказал ей, послушай, Марфа, это хорошо, что у тебя есть надежда на воскресение в последний день. Но вот что я скажу тебе. Я есть воскресение и жизнь, верующий в меня. если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. А затем он добавил, веришь ли ты этому, Марфа? Как мы видим, всеобщая надежда на воскресение это нормальным, но ее недостаточным. Иметь всеобщую надежду в жизни и надеяться на то, что все будет хорошо, это чудесно, но этого недостаточно. Ведь Христос сказал, я есть воскресение и жизнь. На чем основана ваша вера? Возможно, вы надеетесь на мир во всем мире, на то, что добро однажды победит зло, и на то, что однажды в вашей семье все придут к примирению, или на то, что из ваших детей выйдет что-то толковое. Павел был убежден, что ничто из этого, каким бы хорошим оно ни было, не может быть основой нашей надежды. Даже воскресение в последний день это не наша надежда. Наша надежда это Иисус Христос, Он наша живая надежда, ибо Он не разочаровывает, Он не меняется, Он отдал свою жизнь загрешников, чтобы мы могли получить прощение нашей вины и надежду на вечную жизнь с Ним. Верите ли вы в это? Вот в чем вопрос. Аминь. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. на сегодня это все. До свидания. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Субтитры Продолжение следует...